Австрийский философ, потом английский философ, поскольку он жил в Англии, философ 20 века. Эта фраза состоит в следующем, какая? Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это взрослые, то есть. А вы знаете, что взрослые ведь могут себя вести по детству, если вы по детству вспомните, что один персидский царь, которому угодно было завоевать Грецию, отправлял флотилию в Грецию, в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию. Он приказал высечь море. Смешной акт. А вы подумайте о себе, сколько раз мы так высекаем море или высекаем мир, потому что нам кажется, что у него были по отношению к нам намерения, как у моря по отношению к серпсу, который потопил его флот. Вот эту тему, вырастая или не вырастая, мы потом увидим в существенных деталях. Вот скажем, я заранее вас предупреждаю, что я буду потом описывать вам одну маленькую сценку из прустофского текста, которая кажется совершенно, как французы называют, анодинь. Такая пресная, но без значения. И мы не видим. А видеть надо. Потому что, хотя бы, потому что полусы для этого писал этот текст, чтобы мы его видели. Это сцена в отеле. Там описывается, как мальчик, привыкший все время жить дома, под Крыльевскому матери, оказывается в отеле, и как он не может заснуть, потому что все вещи, шкаф, кровать, окно, все на него наступают. Они его давят своим присутствием. Они ему кажутся живыми и какими-то злонамеренными по отношению к нему. И он долго не может заснуть. И за этим стоит там целая философия. Я из нее сейчас вам помечу два пункта. Первое. Значит, я уже говорил слова. Реализовать впечатление. Значит, первое, что я хочу сказать. Мы имеем дело с таким текстом и с таким человеком, который проделал труд мысли, а полусы для труда это труд мысли, а изложенный текст это история мысли. Это, кстати, славная, хорошая французская традиция. В свое время еще один великий философ, по-моему, Декарт, писал ученые рассуждения о методе. Оно так и называется рассуждение о методе. Но оно писалось, и Декарт сам об этом так и говорил, как история моей мысли. Или история воспитания чувств, если угодно. Или роман воспитания чувств. Или роман реализации себя, прохожения пути, который записан как живой опыт. В любом случае, живой опыт мысли. Так вот, я говорил, реализовать впечатление. Для Пруста это означает, что впечатление имеет смысл описывать, если ты берешь его как знак какого-то скрытого и глубокого закона, стоящего за этим впечатлением. В том числе вот это вот, ну как мы реализуем себя, то впечатление Пруста. Ну, я испытываю, ну, то, что нет, что называть умбегаден, ну, какой-то неудоб, что в комнате. Если я ребенок, я, конечно, считаю, это потому, что шкаф плохой. А Пруст, который хочет вырасти, он находит правильный путь для вырастания. Путь такой, взять это состояние не как то, которое я испытываю просто. Ну, вот это вот неудобство, раздраженность, которое легко приписать к качествам объекта, так же, как любовь. Я могу шкафу приписать, плохому шкафу приписать, то, что я не могу спать в комнате, там, где он стоит, так же, как я к качествам женщины, которую я люблю, могу приписать то, что я ее люблю. Это одинаковые состояния. И более того, я уже, как я сказал, то, что я сказал, я сформил задачу литературную. Просто было бы скучно описывать что-нибудь, то есть ощущения, которые мы испытываем, состояния, в которых мы находимся. Это как предмет литературного труда, если это описание не имеет задачи, совпадающей, кстати, то есть в данном случае литературная задача совпадает с жизнестроительной задачей. Если не ставится задача установить скрытый смысл того, что я испытываю. Или закон. Вот в том куске, который я буду вам цитировать, с комнатой в Атере, там наглядно этот закон установлен. Он связан там упруска с разгадкой им природы времени и природой того, что я, оканчивая прошлое занятие, назвал трудом жизни. И то, с чего мы должны были начать сегодняшнее занятие. И второе, связанное с этим, с темой закона. То есть, если есть впечатление, то, которое мы должны реализовать, то уже мы знаем, что реализация впечатлений означает установить скрытый закон. Он всегда скрытый. То же так же, вот то, что нас притягивает в человеке и называется любовью, скрывает какой-то закон. То, что нам на нас давит так шкаф, скрывает какой-то закон. И тогда это описание имеет смысл. То есть, оно интересно и как литературное, и как элемент прохождения пути. То есть, спасение или освобождение. Вы знаете, что человек, который так зависит от шкафа, он, конечно, не свободен. Даже просто обыденно это ясно. А быть свободным неплохо. И второе. Тоже очень устойчиво повторяющийся у Пруста. Значит, устойчиво Пруста повторяется, если говорить просто только о терминах, слово «закон». В десятках вариациях это услышать. Он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался только этой темой. закон, насколько другой открыл какие-либо закон психологической жизни. Ну, скажем, о Нервале он говорил. Ну, вы знаете, Жираль Нерваль это романтический поэт 19 века. Маленькая заметка есть Пруста о нем. Пруста очень любил этого поэта наряду с Бодлером. И он говорит о том, ну, я, говоря о Нервале, я могу по меньшей мере назвать 10 законов, которые Нерваль установил. то есть под законами, конечно, Пруста имел в виду смысл, скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и так далее. В том, что радость имеет значение только